Пересмотреть работу оперативного штаба на наличие коррупционных рисков, усилить контроль за процедурой выдачи разрешений на проезды через блокпосты. Эти и другие рекомендации дали в областном антикоррупционном ведомстве руководителям и специалистам соответствующих департаментов. На онлайн-брифинге говорили о фактах коррупционных преступлений и о том, какое наказание понесли нарушители. Специалисты руководствовались 200-й статьей Уголовного кодекса страны. Год назад в Северном Казахстане произошел крупный коррупционный скандал. Тогда экзаместитель руководителя областного управления финансов присвоил из госбюджета больше полумиллиарда тенге. Схема вывода денег была проста. Нечистый на руку Адильбек Калиев вместе с супругой приобрели два действующих предприятия. Это давало им возможность пользоваться должностными полномочиями и легко выигрывать тендеры на проведение земельно-кадастровых работ до тех пор, пока их не задержали. 25 июня вступил в законную силу приговор в отношении заместителя руководителя КГУ Управления финансового Ахимата Североказахстанской области Калиева, осужденного к 8 годам лишения свободы за незаконное участие в предпринимательской деятельности и незаконную легализацию государственного имущества, также Калиевы за мошенничество. Уководством области принято решение создать отдельное КГУ, это управление по государственным закупкам, что также снижает коррупционные риски. У нас была проверка, ревизионная комиссия должна отметить, также были рассмотрены нарушения, которые были допущены. Необходимо отметить, что коррупционных нарушений нашим коллективам не были допущены. Говорили здесь еще об одном коррупционном правонарушении. Несколько месяцев назад во время чрезвычайного положения антикоррупционщики поймали на взятки главного специалиста отдела городского Акимата. Он продавал разрешение на беспрепятственное передвижение автомобилей через карантинные блокпосты. Услуга стоила 50 тысяч тенге. Точку в этом деле поставил суд. В итоге мужчина отделался крупным штрафом 3 миллиона тенге с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции, пересмотреть работу оперативного штаба на наличие коррупционных рисков, усилить контроль за процедурой выдачи разрешений на проезды через блокпосты. Необходимо включить состав оперативного штаба, также сотрудников управления административной полиции, департамента полиции, управления предпринимательства и туризма, а также Атамикин. Во всех перечисленных случаях антикоррупционщики руководствовались статьями 60-й и 200-й Уголовного кодекса страны. Абай Альжанов, Жудызбек Ермуканов, Казбек Арагбаев, Новости МТРК.